Первый раз собираем сортальный маленький урожай. Ягодки уже полностью созрели, ароматика обалденная. Грузочки маленькие, но ягода шикарная. Немножко птички успели пожрать. А это сигнальные кисточки Рубин Галадри. Тоже птички пожрали чуть-чуть, уже поспел. Сок интересный у него, красный. Такой вот красненький. Поэтому, наверное, и Рубин. По вкусу ничего особенного. Вкус простой. Тоже кисточки небольшие, пожратые. Музыка. и вот настал торжественный момент сбор урожая виноград сорта курчанский такая прелесть аж немножко начал заизюмливаться красота смотрим на цвет сока слегка розовым этом улице он не чистый вот он прозрачный это розовый со шкурки сильно придает вот такой сок красивый получается год мы ждали этого момента ухаживали присыпывали подвязывали формировали вот он наступил холерили лели как ребенка чтобы получить хороший вкусный надо вложить туда душу много времени и сил только тогда можно отчета добиться хорошего результата иначе никак иначе 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 Улечка моя. Такая красота. Вкуснятина. На этом можно любоваться вечно. Жалко только один раз в году. И последняя гроздочка. Вот так с трех кустика собрали небольшое урожай. Эх, жалко теперь смотреть, голое все. Пустое. А так красиво было сначала. Все, теперь до следующего урожая. Вот так вот. Это у нас мускат цитронный могороча. Урожай, конечно, в этом году пострадал. Возвратные заморозки проредили нам его. Ну, так, чуть-чуть есть. Ягодка очень ароматная. Класс. Такой с цитрусовым оттеночком. Мускат и цитрусовый оттеночек. Переберем потом плохие ягодки. Отберем. На вино ставим только хорошее. Один из самых вкусных белых сортов для вина. Ммм, вкуснятина. Где она тут? Не могу найти. Сплошной комок винарада. Надеюсь, тут кисточка. Оно. Оно. оно мало конечно хоть что-то так это у нас пошел сорт екатеринодарский ну так сладенький но вкус достаточно простоват урожайность конечно высокая но он неустойчивый к мельдью чуть буквально день 2 действия препарата заканчивается системного надо брызгать опять что-то мне это не очень нравится в общем сорт слабенький неустойчивый не нравится мне это наверное я его перри привью на биянку один кустик привью биянку а другой не их два наверно мускат цитронный биянка очень сильная рост у нее урожайность высокая и довольно таки устойчивая она только чуть-чуть антракнозом поражается амелью вообще практически на ней нет и по моему она даже повкуснее он просто сладенький и все ничего такого особенного нет как-то так амелью Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, прошло 12 часов холодной мацерации белого сусла. Будем прессовать. Продолжение следует... Сейчас сок бежит густой, мутный... Ну ничего, потом отстоится, будет красивый. Стояло при температуре 16 градусов, дабы уменьшить окисление. Ну, оно, конечно, все равно чуть-чуть будет, но минимальное. Так сказать, вкус не испортит. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, это пока закроем. Хоть мух нету, но все равно... И пошла вода в хату. Сверкает... Хорошо, жара спала. Люблю грозу в начале сентября. Снимем пробу. Нашего сусла. Уже такой цвет приятненький. Аромат приятный. Отличная кислотность. Прекрасная. Ни больше, ни меньше. То, что надо. Самый раз. Вкусно. На, допей. Класс. Чистый сок. Обалденно. А это у нас пойдет на другой ароматный напиток. Уже крепкий. Конец. Трон. Вкусно. Класс. чуть-чуть просыпал как друзья используем вот такие названия не будем рекламировать для ароматных белых разделим на две равные части закрываем крышечкой водичку температура брожения в помещении в районе 16 градусов наливаем водичку в наш ядрозатвор все готово так красный виноград измельчили гребни выбрал вот откинул в ведро выбросим и засыпаем дрожь для красных виноград и ставим это дело под гидрозатвор сбраживание будем проводить на мизге полное для того чтобы извлечь все его тонинчики сорт это нас курчанский очень мягкие интересные у него танины надо их как можно больше извлечь так что полное сбраживание будет проходить на мизге ключа ключа ключи и чё там не знаю раз раз вырви глаз проверяй проверяй